вместе будем собирать вот такой у нас клевер да красивый красный мы собираем для того чтобы потом добавить их в чай когда высушим да сделаем чай из иван-чая ты все собрала цветочки нет собирай а вот это земляничные листочки сейчас мы земляничных листочков соберем блин ну погода короче шепчет все собираем для чая для волшебного вот у меня куст мелисы видите он уже зацвел начинает зацветать поэтому его срочно надо обрезать и подсушить так это эхинацея но она еще к сбору будет только осенью мята вкус мяты моей мята у меня умудрилась улечься по началу своей жизнедеятельности поэтому если я ее состригу она очень хорошо дает пасынки поэтому она будет еще раз ой блин все дождище а караул ты мне отстригла мелису сложила молодец хорошо давай вот эту большую стригой вот здесь вода чуть ниже пасынков о молодец на неси неси все спасибо любимая мы практически справились с этим кустом сейчас серединку я достригу и все да ты хорошо ты ну вот мы полешили в общем то весь куст мелисы сейчас пойдем его счистим с больших основных палок и положим сушилочку так теперь листочки будем даст палок обрывать значит ну понятное дело это берется двумя руками и делается вот так против шерсти как мне неудобно а тебе удобно ну тогда вы со мной помогай вот обрыва листочки с веточек и сюда бросая сам основные палки мы выбросим с тобой да вот так чтобы у нас сушилки очень много они места не занимали тем более не жесткие хотя их тоже можно конечно использовать да давай листочка врывай вот так это я примерно делаю счищая с основной большой палки маленькие веточки и макушку вот таким образом для того чтобы они в сушилке лишний раз места не занимали еще к тому же если вы скажете мне что-то наделать пораньше чем он уйдет в цвет то вы будете абсолютно правы действительно лучше это делать раньше но если не получается вот как у меня я делаю тогда когда у меня есть время то есть стараемся максимально не дать ей выцвести и соответственно мы соберем с вами что второй урожай потому как она пойдет пасынками сейчас и к осени будет такой же большой куст как и был сейчас вот так пока все что да вот у нас мелиса получился тайзика мы в тонкий слой раскладываем ее в ящик вот так все сюда достаточно давай следующий ящичек возьмем аленочка не разбрасывай только так следующий ящик взяли одни ножки в другие поставили и сюда тоже раскладываем до так чтобы он немножко обветрилась немножко подвяла в тени до в гараже а потом уложим до конца уже досушивать в сушилку их так следующий ящик тебе удобно ты достанешь еще давай только аккуратно вот таким образом ящики будут стоять здесь сутки завтра с утра я их переворошу чуть-чуть и снова поставлю уже обвялены а вечером завтра я их уже уложу в сушилку сушилка у меня вот такая в общем это не реклама мне она очень нравится и зидри сушилка достаточно известная компания меня есть запасные лотки в ней есть круги для пастилы и сетки для сушки более мелких там всяких вещей потому что допустим если ягоды сушить то высушим состоянии они проваливаются вот в эти ячейки допустим ту же смородину для чая я мелкую самую сушу крупную самую съедаем а серединку могу заморозить или сделать еще что-то джем там неважно так вот такая вот сушилочка вот этот цветочки которые мы собирали с моей девочкой кстати тоже они на кругах видите с сеткой чтобы не просыпались сильно часа не средний высушки я их выключила потому что если оставлять бы в ночь что они пересохли а им нужно еще буквально час-два поэтому я их подсушила так но это три штучки зверобоя которые у дома сорвала то что чувствую я с этими дождями не соберу и нормально по-человечески зверобой это листочки земляничные очень не устраивает эту сушилка она имеет невысокие поддоны но просушивают очень равномерно нет пересыхания с одной стороны и влажности с другой вот моя мятка жаль камера запах не передает это просто что-то с чем-то также точно я обрываю палки в общем-то и ставлю на завяливание завтра вечером разложу сушилку как молочность перед спелости капорский чай вот иван чай выглядит вот так вот растет он большими зарослями цветочек у него такой вот нежный фиолетовый очень симпатичный то есть сейчас в пору цветения не промахнетесь цвет сушу свежим он сохраняет свой вот такой вот природный потрясающий цвет и этот цветочек потом можно как декоративное дополнение добавлять в че очень красиво смотрится я думаю что он такой же примерно 10 обладает как и лист листа достаточно узнаваем длинный его собирать можно с мая не обязательно во время цветения если вы точно знаете что-то заросли именно иван чая и ни с чем его не спутаете то вполне возможно еще и даже в зачаточном молочном состоянии вот такие вот растишки будут как только появились их тоже можно собирать собирается достаточно просто то есть вы задерживаете макушку вот и вниз вот так вот по нему проводите и у вас остается листва в руке вот мое любимое дополнение к чаю это липа липовый цвет его уже с ручником надо собирать на нас южной стороны он даже уже весь согнулся уже весь это самое скрутился сейчас посмотрю короче эти дожди нас конечно выбивают сейчас опять же из колеи до цвет уже не идеален ладно постараюсь найти вот повыше вот тут еще цветет неплохо и вот ветка в тени меня интересует потому что в тени они все-таки меньше уже цветают вот срочно собираю цвет срочно вот еще одна травка которую я использую при сборке чая своего это зверобой вот посмотрите он уже тоже в стадии стадии полного цветения его тоже уже нужно давно собирать я немножечко себе уже набрала но вот видите да я лену примерно так же мою вот так смета сметана там еще ушки немножко грязные а ты мартышка маленький маму моешь заодно моя карета подано едем ли пособирать поехали чё что-то так берем ведро ведро пакет в пакет собираем соответственно просто зачем ведро для того что пакет ваш не складывался постоянно я понимаю конечно что это не общепринятый способ собирать в ковше у да тот кто боится высоты это точно не ваш способ ну ладно поехали я в ковше вот смотрите я ковш все дела ведро это лужи не моих рук дело или не рук это дождик так ведь какая высота вот липа и вот липа собирая не хочу все сейчас встаю и стоя в ковше будем с вами собирать все вот таким образом очень неудобно потому что основание ковша маленькая эти нога там еле встает это конечно беспредел но липы достаточно все собираем ой держусь как на том китайском аттракционе помнишь когда людей всех выбросила саш саша мы на земле ура ведро подожди достану ковыльнешь же все давай не решился вести меня в ковше на другую липу поеду здесь уже свет уже такой поздновато собирать липовый цвет очень хорошо при простудах завариваете чай потрясающе медовый привкус появляется аромат потом он потогонный то есть начинается сразу под отделение очень обильная после чая с липой ну и просто как вкусовая добавка просто шикарная мне очень нравится и вон у нас смотрите липа большая но сейчас я вам покажу и в общем то она в цвету вся тоже вот из-за дождей мы пропустили самый пик цветение в который стоило бы собирать ничего соберем как есть добавок у нас к чаю много всяких различных и лекарственных лечебных и профилактических и ароматических и всех на свете че у нас будут всегда разные но всегда очень полезны и вот так поехали уху хватит 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 смотрите да о смотрят как мы с ума сошли туда потихоньку они радумают любопытки ушел ну ладно ушел так ушел о наш огород здесь дверь открыта кстати она открыта ну вот если у тебя была такая маленькая ручка как у меня я к тебя открыла и мне пролезать сетку рабицу рука полностью находка для вора это не только в сетку рабицу у тебя в жопу курица пролезает какая хамского мамочки родные ну че поехали мне пора ну я думаю что снега нежно меня пожалуйста как хрумстальную вазу пожалуйста благодарю вас ну вот липового цвета мы немножко собрали немножко тут перебрать надо будет его не в общем тоже ставим на за сушку вот такой он видите уже немножко слегка поздноватый сбор конечно надо было пораньше у моей сушилочки есть три режима это первый травы второй это более плотные всякие вещи помидоры перцы можно и ягоды допустим сушу ну второй тоже и третий это самый жаркий вариант это делать пастилу я сушу траву травы сейчас поэтому вот на этом режиме и вот так это выглядит в открытом состоянии оттуда поток воздуха и в этой сушилке вот он очень хорошо циркулирует по правильному кругу вот отсюда чуть-чуть чувствуется поток воздуха но даже не чуть-чуть такой приличненький вот забор у нее снизу воздуха поэтому ни на что мягкое такое мы не ставим что на что-то твердое и ровно и чтобы забор воздуха был беспрепятственный включается включается она в розетку то есть кнопки у нее конкретно какой-то такой нету после сушки у меня есть вот такие бумажные пакеты отгадайте откуда они взяты вот так как у нас дядя периодически заглядывает в такие вот заведения он мне отдает эти пакеты в общем-то некоторые из них мне кажется совсем новые в общем не важно в какого плана бумажные пакеты вы убираете или бумажные ли пакеты важно чтобы ваш потом сухой сбор не намок это могут быть трехлитровые банки закрытые крышкой через салфетку это тоже удобно есть небольшая циркуляция воздуха но при этом ограниченное количество влаги может попасть туда ну или вообще не попасть то есть остается все хорошо сухим что в голове нашла ведь слипы только слезла так и иногда я храню сейчас покажу в чем у меня есть вот такие пластиковые банки это для пищевых продуктов вот так я их открываю внутри у меня пакетик вот здесь уже что-то есть ведь и это скорее всего тоже чай пока не закончены остатки старого вот так когда мне нужно его брать я открываю пакет и и сверху закрывает и крышкой и эта крышка она съезжает на сторону и дает ей возможность высыпать чая когда же я его храню то я эту крышку снимаю пакет вот так вот заворачиваю и он у меня вот так вот в таком состоянии в общем-то существует вот так но эта банка у нас под старого чая и и надо сейчас мыть уже все таких банок у меня ну штук наверное десять так тоже можно хранить ну а про трехлитровые банки я сказала туда в трехлитровые банки я обычно храню липовый цвет потому что не хочу сильно мять он занимает большой достаточно объем и я пользуюсь вот таким способом через салфетку закрываю крышкой все смотрите какая туча а мы ее тащим к себе в село мы опередим тучу спасибо мы уже практически ее обогнали жуть погода как всегда все для того чтобы собирать чай просто иди собирай не хочу уже две недели как жаловались что не было дождя вот вам дождь съели на полмесяца то сушь то дубак один сграссов и ливень короче если так будет продолжаться иван чай толком я не соберу вот во что в общем то превратился наш лист этот лоток я уже разложила вот видите он в принципе достаточно свежий но он вяленький вяленький такой и вот этот вяленький уже гораздо легче убрать в сушилку в лотке и посушить сейчас покажу вот я уже засунула сюда мяту вот видите она такая уже слегка даже некоторые листочки шуршат я подумала что все сразу я потом уже не уберу и пару лотков сделала таких и у нас свет идем за чаем весь иван чай уже цветет вовсю хорошо бы пораньше залезла в чужой вишневый сад но так как дом здесь вот в таком состоянии видите считаю себя вправе собрать чуть-чуть вишни у нас вишни нет у нас только черешни которую тоже все съели так что извините подворовываем вот они мои чайные плантации сейчас буду до них добираться вот они это кстати путь не из легких при условии что здесь где-то открытые колодцы но я примерно знаю место все равно здесь дорожки то не проложено я к счастью не на каблуках так что ничего пропру наверно а вот здесь вот видите несанкционированная заготовка дров ну бог с ним так значит идем вот так и вот здесь видите какой-то добрый человек уже прошел значит колодцев тут нет в траве ну или человек или найду сейчас человека в колодце конечно нет вот все кстати в этом году говорят очень много лишь бишь кабанов на полянах в лесу так вот они все ближе и ближе чайные плантации чайные плантации